Спасибо большое. Прежде всего, огромная благодарность организаторам за то, что пригласили выступить с лекцией на действительно волнующую нас, нашу команду, всю тему, связанную с взаимоотношениями русского царства. И я, так несколько забегая вперед, назову, как чаще всего будет оно звучать, «Держава Козелбаши». Далее, так сказать, объясню, почему. Ну, а в названии доклада, конечно, я отразил уже, как сейчас вообще принято, русско-иранские, российско-иранские отношения в конце XVI-начале XVII века, история несостоявшегося союза. Я, наверное, вынужден объяснить, что здесь имеется в виду под этим состоявшимся союзом, чтобы тоже заранее всех не вести в заблуждение. Здесь, скорее, чтобы вы, дорогие коллеги, понимали, не подразумевается какой-то процесс переговоров, который тут был изначально, и, конечно, мы к чему-то не пришли. Это была серия попыток договориться в условиях постоянной меняющейся конъюнктуры внешнеполитической, договориться между российскими государями и, по мере лекции, да, увидев, что с Шахом Аббасом. По большей степени он, конечно, будет в течение всего этого времени в конце XVI-начале XVII века и определять внешнеполитический курс своей державы. Ну, есть, конечно, общепринятый точек зрения о том, что надо правильно говорить, конечно, иранский, держава Казалбаш, как этого хочется. Но, как вы прекрасно знаете, Иран, название вернулось до страны 22 марта 1935 года на Наврус, когда Реза Шах разгласил в стране ее старого названия. Но все-таки по большинству документов, на основании которых я и строил сегодня сейчас доклад, чаще всего звучит название держава Казалбаши или Казалбашская держава или из Казалбаши. Один раз из всех документов, но это уже не касаемо Шаха Аббаса, это больше по Шаху Сефи было, мне встретилось красивое видо под европейским влиянием. Скорее всего, Диак, который писал этот документ за купца из Ирана, он, видимо, греческого происхождения, там вот так красиво обозначено Персиаду. Прибыл купец из Персиады, так звучало в документе, это, конечно, крайне редко, но интересно. Итак, конечно, мы будем говорить сегодня про державу Софивидов, державу Казалбаши. Я не знаю, наверное, не стоит какие-то общие циклопедические данные озвучивать о том, кто это были такие, когда подтвердилась их власть в Иране. Это все, наверное, широко известно. Здесь вот покажу только картинку одной из моих любимых справа, здесь на этом вы видите. Шаха Аббаса, одно из таких интересных его цветных, в европейской манере и изображений, где отчасти можно, наверное, попытаться найти этот элемент Казалбашского костюма. Ну и слева на традиционной миниатюре видно, почему они так называются. Это связано с головным убором, который был целиком либо красного цвета, либо 12 красных полос позднее к нему крепилось. Что еще из таких общих интересных сведений кратких? Здесь я, наверное, приведу слова Геора Вадимовича Базиленко, краткая характеристика о правителях. Как он пишет, при бесцветных преемниках самого блистательного из сифевидов Аббаса Первого Великого постепенно возобладало мнение, что верховная власть должна принадлежать лишь прямому потомку имамов, который, однако, не обязательно должен быть добродетельным и высокоучиванным, так как отсутствие этих качеств он не стал менее истинным представителем. Здесь нам Игорь Вадимович как раз о легитимации говорит. Для меня здесь скорее важно подчеркнуть назначимость данного правителя, поскольку при нем во многом становится, устанавливается, точнее, развитие отношений между Москвой и тогда уже, назовем, Исфаханом в параллель. Но при этом он корректирует курс внешне политический, который был вынужден во многом во моменту прихода его власти и заканчивает это уже все совершенно в иной манере. То есть, надо сказать, что к концу его правления, к концу дней его жизни, если опять же-таки забегу под конец лекции, отношения с московским государством уже были не так уж и важны, учитывая всего того, что тогда страна при его правлении достигла в этом многом самостоятельно. Так, что еще? Секундочку, да, переключить. Это как раз одна из документов, как раз-таки по датировке подходящих к Шаху Аббасу, с которой он встречался, это печать. Ну, она у всех повторяющихся в многом Сефивидов, это тоже многом известно, где подчеркивала, что это раб Шаха страны. Итак, здесь несколько забегают первых по кадру предыстория отношений. На эпоху Сефивидов приходится становление регулярных отношений Ирана с русским царством. Персидские Шахи, Тахмаз, Первый, не буду даты жизни называть, я думаю, самостоятельно можете посмотреть, для нас главные имена в этом отношении, Махамад Худабенде и, прежде всего, Аббас Великий, подобно и Ивану IV Грозному, или Барбута с внутренними и внешними противниками за единство и укрепление своих держав. XVI век – это время, конечно, такое особое, время премодерна. Сейчас есть такое определение спорное, но, тем не менее, премодерна здесь подходящая, потому что до модерна еще далеко, но в XIII вековье тоже достаточно сильно ушли. Итак, это время, оно, с одной стороны, предоставило правителям возможность получать относительно подробную информацию о делах соседних государств, в связи с чем можно было вырабатывать какую-то стратегию и серию тактических шагов по достижению этой цели. С другой стороны, опять же таки, в условиях того времени, с учетом уровня развития бюрократической системы, с учетом мобилизационных способностей государственных образований того времени, ограничивался, очень серьезно ограничивался потенциал практической дипломатии. То есть, каким образом можно ее комбинировать с военным действием и, допустим, с торговлей. В связи с чем, я предлагаю вам не проводить напрямую параллели между внешней политикой, как она могла быть в XIX и XX веке, и про то, как она реализовывалась в XVI-XVII веке. В нашем случае в конце XVI-XVII века. Почему? Потому что здесь и нет еще такого единства модерна, когда это, кроме принятия, одинаково выстраивалось, и миды были у всех. То здесь складывалось, например, по Шаху Аббасу, как это, возможно, я ошибаюсь, но я это увидел, складывалось следующее. То есть, он постоянно искал источники информации о внешнем мире. Поэтому и в европейские державы, и в Россию, как мы это с вами увидим в ходе лекции, посольства посылались, ну, то есть, один только границу пересек, за ним следом уже второй отправлялся. Там, допустим, дошел до Москвы, другой дошел до границы, третий в догонку им. То есть, такую ротацию он в случае не раз в полгода посылал уже посольство следующее. Настолько он нуждался, как я предполагаю, опять же таки, в актуальной информации, что происходит для того, чтобы верным образом выстраивать свои действия. Что касаемо российских реалий, здесь все, конечно, в этом плане иначе. В русском царстве уже действует государственная бюрократия, и, честно говоря, ее деятельность документальная для нас в плане нашей работы, в числе по нашему проекту русской, например, дипломатизм видов, казалась благом. Почему? Потому что тщательно фиксировалось все происходящее. В документации тщательно копировались, переписывались челобитные, накапливалась информация. И если, я, наверное, не думаю, что это будет следом заблуждениям подобно заявить, Шахабас лично выносил решение. Здесь, конечно, совещался, возможно, но они, как я это вижу, в том числе и по источникам стереографа того времени, естественно, решалось все это им единолично, как в большей части. То русское царство, здесь у нас приказная система, в рамках которой приказная система есть повытие, то есть подразделения или там даже их иногда называют департаменты по аналогии с современным МИД. Накапливается в них информация о том, что происходило, какие были внешнеполитические шаги, какие вели переговоры послы, о чем говорили, что их спрашивали. Значит, вот этот целый конгломерат объема информации, он, естественно, обрабатывался по мере того, как выезжали другие послы. Но для нас главное то, что определялось это все уже бюрократизированной системой даже на этапе 17 века, хотя, естественно, за боярами и царем что-то оставалось, но, как я понимаю, там просто предлагалось большое количество вариантов решений. Это я когда еще буду об источнике говорить, несколько подробнее об этом скажу, о чем здесь принципиальная разница. Дальше. Рубеж вот этот 16-17 века, о котором мы будем говорить, чем очень примечательный. Замен он с событиями, показавшим, что постоянные контакты, ротации дипломатических представителей разного уровня и конструктивный настрой, они не всегда приводили к каким-то срезаемым результатам. Значит, два здесь обстоятельства, первое, с которым я уже говорил, это еще нет такой активной связи между, еще раз повторяю, военными действиями, дипломатией и торговых связями. И второй, конъюнктура внешнеполитическая. Кто знаком с историей, допустим, Западной Европы, на момент 17 века, по мере установления государственного интереса, 1648 года, но они уже про Вишелье, как-то как в обиходе присутствуют, но, как правило, почему-то выделяют это 1648 года в эсфальской системе. Но к этому пока процесс шел, когда пока это все складывалось, то, конечно, картина была очень мозаичная и пестрая, и в ней какие-то для себя четкие действия определять было достаточно сложно. Далее. Идем, наверное, перед тем, как я начну разговор уже о ротации этих посольств, о том, какие вопросы обсуждались и что происходило. Конечно, пару слов позвольте все-таки посвятить для историографии тем, многошим учителям, пока тем профессорам, по следам которых мы идем. В первую очередь, это, конечно, Николай Иванович Василовский, который вы видите слева. И для нас здесь важно, что он в начале XIX века опубликовал три тома, я думаю, это все они широко известны, памятников дипломатических сношений Московской Руси с Персии. Прошу прощения, это в конце XIX века началась публикация. Насколько мне известно, в плане перевода текстов челобитных по писам челобитных купцов, гонцов, помогал переводить Жуковский Валентин Алексеевич для Николая Ивановича. Но для нас здесь, чем эти три сборника важны? Тем, что, во-первых, там практически полностью отражен, но не до конца, конечно, период взаимоотношений с Шахом Аббасом. Второе, там очень большое внимание уделяется не только иранским, но и источникам из посольского приказа, у которых нет какой-то нуждопояснений. Ну и, конечно, это очень монументальная работа. Я ничего подобного рода, по сей день, в принципе, не предпринималась такой попытки дать, публиковать такой масштаб документов, посвященных российско-иранским отношениям. А Николай Иванович, слово сказать, он заканчивает, это еще раз говорю, периодом Шаха Аббаса. И кто еще в какое-то время до смерти Шаха остается, отношения развиваются, это хоть не успели. Или даже в планах особого не было, потому что есть доклад. Догадка такая определенная, почему время Сифи и время Аббаса II были так, ну и последующих времен, были в многом так обделены вниманием. Далее. Петр Павлович Бушев, советский историк-иронист. Я думаю, тоже его работа всем хорошо известна под названием. Есть два тома, да, «Истории, по сути, дипломатических отношений русского и иранского государства». Соответственно, с 1586 по 1612, и с 1613 по 1621, это второй том. Как мы видим в самой этой работе, в первом томе введения, в планах у Петра Павловича было публиковать веську, точнее изучить весь процесс развития отношений, включая уже время и Петра. То есть, от того момента, когда устанавливаются отношения, с державой сихи видов, ближе к середине, конечно, 16 века. Далее уже последними представителями сихи видов. Тоже по итогам у нас остается два тома, и заканчивается там первое создание, значит, тысяча, ну, понятно, да, по названию, из 1620, то есть еще и значительное время остается правильнее Шахлабаса, опять же повторюсь, там идет процесс развития отношений, здесь уже беремые сложности. Итак, главное, что чем примечательен Петр Павлович, что проделал он колоссальную историко-архивную работу. И я не ошибусь, наверное, но мне неизвестен больше востоковед, который бы обработал такой массив именно русских источников. при работе над исследованием российско-архивских отношений в указанные периоды. Здесь тоже, да, если кто-то сможет быть знаком со спецификой историко-архивной работы, но для более широкой публики я могу сказать, что чтобы сейчас одному человеку вот даже на тот уровень, этот уровень документов за сколько получается за 30 лет изучить 30 лет развития если брать, допустим, периоды Шах-Сефи и периоды Шах-Аббаса, это потребуется очень много лет работы историко-архивной. При условии, допустим, что дается на руки через день, через два по пять оригиналов документов, но это не факт, что дадут, если говорить о специфике работы Рогада. С микрофильмами тоже особо сложная история. То есть, еще раз говорю, это очень колоссальный труд, который был пройден Петром Павловичем. Далее я покажу ряд авторов, которых тоже можно исследовать, почитать, интересующимся с иранскими отношениями. Здесь и советский классик Новосельцев, очень хорошая работа. Не только, кстати, по историографии, здесь я ничего не ввел, еще ряд по русско-иранским отношениям. Очень хорошая ретроспектива развития процесса становления отношений Тимура Казбековича Караева. Ну и в целом список достаточно хорошего для ознакомления. Итак, что касаемо иранской историографии, иранских историков, здесь тоже нужно несколько слов обозначить. Вот слева на фотографии вы видите Саида Мохаммада Али Джамазаден. Когда мы в рамках нашего проекта естественно поднимали вопрос иранской историографии, каким образом в иранской историографии представлены взгляды на развитие, восстановление, развитие отношения державы Казовбаши с русским царством, мы увидели, что оказался обойденным серьезным вниманием Саида Мохаммада Али Джамазаден. К нашему большому удивлению. Даже тот же Петр Павлович Бушев, он критикуя или говоря с Гавар и когда он писал об иранской историографии, он ее начинал с Мойзи, с такого автора. Здесь он тоже у меня представлен тарихи работе Саида Мохаммад Али Джамазаден. Так вот, Мойзи не был первым, что важно. Самым первым был Саид Мохаммад Али Джамазаден. И в своей серии статей, то есть, как раз это только о нем, это тоже один из активных деятелей известных, да, то есть, опять будут энциклопедические какие-то данные у него озвучиваться, может, малоинтересно, но за ним это прошу прощения. что важно, что важно, что он в Германии занимался выпуском журнала КВ, и там же он писал свои статьи по российско-иранским отношениям. И чем он важен для нас, почему мы предполагаем это предположение, возможно, и будет критика в отношении его справедливая, ну, нам, мы предполагаем, что все-таки он был самым первым. И с него начинается иранская историография русско-иранских отношений. Далее. Амуэзи. У меня, к сожалению, его нет фотографии, но вот ряд работ перечислены, здесь вы можете видеть его. Он, для него история была хобби, не был он публицистом, допустим, как Джамал Заде, сколько нам известно, занимался либо политической деятельностью, а потом уже работал в департаменте Министерства Тарок. И Моэзи был очень популярным среди советских историков, среди Новосельцева и Бушина, например, которые часто к нему обращаются. В плане того, чтобы для себя обозначить еще и взгляд иранских историков и тех иных событий. Но если вы возьмете работу Моэзи, работу Джамал Заде, вы очень много видите концепций, заимствованных в Моэзи, Моэзи, точнее, их заимствовал Джамал Заде, почему мы его сначала здесь и обозначили. Кого еще я бы, конечно, здесь выделил? Ну, конечно, Астролахов и Софи. Понятно, что в Иране один из самых таких основоположников изучения Шаха Аббаса в такой, как ничем помечательным, кстати, еще раз, Джамал Заде и Моэзи и Фа Софи, тем, что активно оперировали они источниками самого разного происхождения. То есть, конечно, это уже не историографы, как это было ранее, там, в дворе Каджаров. Они активно изучали даже российские источники, которые, конечно, в переводе, видимо, во французском переводе они им доставались и они их изучали. Османские источники Фа Софи активно их использовали, опубликованные к тому времени. То есть, там, конечно, довольно-таки хорошая историко-строительная работа велась. Далее, Амир Хусейн Боразеш. Здесь вот я упоминаю политико-дипломатические отношения Ирана с миром в эпоху сифивидов. Профессор Табритского университета Ахмад Падж Бахш. Вот так, вроде никого здесь. Ну и, конечно, Алия Гуарбино представлено. Итак, мы будем тоже в ходе лекции часто к иранским историкам прибегать в плане сравнения. И здесь в дальнейшем попытаюсь я какую-то среднюю линию выдержать в плане такой объективности. И между Бушев и иранскими историками Бушев, получив его взгляды на развитие техник-событий, своего рода, конечно, будет относительным камертоном для нас. А теперь вкратце об источниках. Здесь тоже на них следует сказать несколько подробнее, что они себе представляют и в чем специфика и сложность работы с ними. Итак, прежде всего, давайте такую иерархию для себя определим. Самое главное, конечно, шахские грамоты. С одной стороны, это очень красиво оформленные документы хранятся в РГАДО фонд 77 опись 2. И сейчас опись не назову, но фонд точно так же носит название 77. Раньше, в всяком случае, носил архивы внешней политики Российской империи. Там в основном они самые красиво оформленные документы, как я понял, по этому критерию именно они и отбирались. Специфика в чем? То, что документ с одной стороны прекрасен. Мы как раз один публиковали одну из таких грамот от Шаха Софии Михаила Федоровича в журнале Моноскрипта Ориентали в 2018 году. Она была опубликована как раз первый год работы в рамках проекта. И в грамотах кроме приветственных слов и просьбы оказать помощь и содействие послу, то есть обозначение легитимности посла как право, крайне редко пробегали каких-то проблем. во-первых, опасно это было делать, учитывая сложности отношения с Османской империей, если бы на границе перехватили, зачем противнику какую-то информацию сообщать. Главное обозначить легитимность для посла, а он уже, когда предстанет, как красиво звучала фраза, перед государевы очи, тогда он сам все и расскажет в деталях, что это необходимо и как. Но бывали моменты, когда все же поднимались какие-то вопросы, но это больше характерно было для сравнения ближе к Шаху с Эфи. Помимо этого, помимо шахских грамот, у нас идут еще и челобитные. Челобитные это документы под названием так совсем упрощенные, грубо говоря, обращение на имя государя по тем или иным вопросам. Их накопилось достаточно много. Они не такие красивые, если в плане такого прикладного источниковедения интересной печати, например, лексика, которая в них присутствует. Но эти челобитные это та самая микроистория путешествиях этих послов, маршруты, как правило, которые пролегали либо от Тирки, это ближе к современной Махачкале, и дальше Астрахань, и Казань, Нижний Новгород, на Москву, либо с Астрахани, в Каспийском море, пребывали. И по мере того, какие сложности заключались на пути, постоянно, естественно, была реакция на них и просьба оказать содействие, то есть решить какие-то вопросы. На имя государства эти документы писались, их очень большого количества осталось, но при этом они нам позволяют проследить путь вот этих послов. И важно еще то, что как правило эти челобидные, если говорим уже о специфике хранения аргада, чаще всего и там были такие подборки по каждому послу отдельно по его прибытию, поэтому САС управительная документация с этими челобидными сохраняется. В частности, как, например, те же отписки воевод с мест о том, что каким образом они встретили посла, что эти послы или там здесь давайте тоже сразу определили себя в эту иерархию прибывали послы, прибывали купчины, прибывали гонцы. Посол, он имел право вести переговоры перед государством и отчим, гонцы должны были просто грамот передавать, но иногда эти правила нарушались, иногда были допустим тот же купчины и гонец одновременно. Иногда купчина вёл какой-то представлял перед государем и что-то докладывал. Так, значит, далее, возвращаясь к этим отпискам воевод, дальше, наверное, в этом плане самый такой еще интересный документ, документы, которые активно публиковал Веселовский в свое время и которые перестали публиковать и они в этом плане на период допустим с конца 20-х до 1690-х они не представлены, сколько мне известно, не попадались в этом случае, здесь я тоже не прав, но вот эти статейные списки, чтобы вы понимали, это опять же, грубо говоря, полностью отчетная документация уже русских послов, где тщательно все объяснялось чуть ли не по дням, включительно о том, что происходило, как происходило, что спрашивали, кто присутствовал, досконально многому отчет, и плюс еще в этих статейных списках всегда к ним прилагалось еще то, что давалось такое наставление послу, наказ, какой ему был со стороны посольского приказа, как он этот наказ соблюдал, то есть эти распоряжения выполнял, и уже этот отчет это, собственно, по ним он ответы держал. Поэтому это, конечно, именно уже иранскому направлению русской дипломатии уникальный документ, и особенно если, так как это было, например, в 1636 году, такой статейный список вел Алексей Романчуков, кто же к слову сказать, это был один из таких малоизвестных, к сожалению, ранних поэтов эпохи премодерна, эпохи премодерна в российском царстве. Помимо мало того, что вот этот статейный список сам ценен как исторический источник, так он еще там очень много стихов его присутствует, не много, но присутствуют его стихи, и в целом он изложен, отчет в такой больше творческой манере, и были фрометарно он часто публиковался, Лукичевым, профессором, но в целом, конечно, стоило бы опубликовать, потому что это удивительный, конечно, документ. Итак, дальше подходим к нашим ближаймам, реалиям. посольство отшаха Мухаммада Хадабенден, которое вы увидите вправе, справа от себя на слайде. Итак, и Бушев, и иранский историк Барзеш считали приезд Андибека в 1586 году первым посольством отшаха Мухаммада Хадабенден. С чем трудно согласиться? Почему? Потому что доказать это достаточно сложно, а архивных документов от визита первого посла Сефивида предполагаемого в 1583 году не сохранилось. Так вот, еще классика историка Рамзин писал о том, что в 1583 году Иван IV Грозный угощал послов шаха Персидского Султанова Бухарских, находясь в тесном дружестве с преемником Тамасовым, ну, понятно, что это шах Тамасовым, и Гадабенден. Как с неприятелем опасной для нас Аттаманской империи. И Бушев считал, что Карамзин никакой ссылки не приводил. Точнее, просто упоминает эту дату и все. Но если мы все-таки обратимся к первому изданию этого труда, то здесь мы увидим, что есть ссылки на два источника, которыми апеллирует Карамзин, доказывая, что все-таки первое посольство было от Мухаммада Хадабенден в 1883 году. Это, во-первых, воспоминания Павла Адерборна, это пастор из Померании, и он ссылается на материалы турецких дел посольского приказа. Значит, далее. Боразешин, так его поставлен вопрос о первом посольстве Шаха Малхаммаде ко двору Ивана Грозного. И в своих построениях он опирался на османские источники, в частности, косвенное указание в пятом томе истории османов Узума Чаршали о приезде в 1584 году ко двору султана Бориса Благова с письмом от Федора Иоанновича. И что в этом послании сообщалось, что Шах обращался к русскому царю за помощью, однако Россия не приняла это предложение и подтвердила свое дружественное намерение по отношению к османскому государству. Итак, исходя из всего этого, мы можем признать, что Андибек был вторым послом от Мухаммада Хадебенде, это уже совершенно точно, но, к сожалению, мы не знаем имя, точно мы не знаем имя ни первого шахского дипломатического представителя. В настоящее время нам неизвестно. Никто не может исключить, что это был и мог быть и сам Андибек, который проезжал, могут быть повторены. Андибек в последующие 90-е годы будет ездить регулярно и как посол, и, видимо, просто как купец, который торговал, и добрал на себя функции посла. Андибек был принят, отправлен козак Шаху, и вместе с ним отбыл русский посол. Здесь вот его картиночка слева. Она широко всем известна, поскольку, да, в иранской маниатюре и маниатюре кричайшее изображение русского посла. Итак, Григорий Васильчиков. И вот, когда он находился в пути, то есть, находился в Астрахани, готовился к отправке в Иран, он и знал, что там уже новый правитель, который, видите, справа, излюбленных портретов Шаха Аббаса. И здесь, как пишет нам иранский историк Мойзи, отдавая должное русскому посолу, писал его опытности и компетентности. Он упоминал, что тот просто заменил имя Шаха на грамоте. Взял, зачеркнул, жалко, нет оригинала, когда его не нашли. Естественно, те документы, которые уходили уже в сторону Ирана, к сожалению, я о них ничего не слушал в этом случае. Но, как вы видите, он просто заменил имя Шаха и отбыл. Итак, помимо того, что обмен делегациям состоялся, главное, что мы здесь определяем, для чего прислал Мухаммед Хадабенде посольство. Это такой большой еще вопрос. Дискуссионы в историографии. Значит, есть мнение о том, что впервые было озвучено предложение от Шаха о том, чтобы тогда, к тому времени завоеванными османами дружащих под контролем Баку и Дербент при воле на то московского государя передать Россию русскому царству. есть мнение о том, что никак что-то сложно представить и что вряд ли такая просьба звучала, что скорее всего решили, как решила о каком-то каких-то переговорах о совместных, возможно, военных действиях в перспективе против османов. на это напирает азербайджанская историография совершенно закономерна. Почему? Но важно для нас следующее, то, что дальше будут постоянно апеллировать вот к этой идее, которая якобы была отложена от представителя Антибеком от Мухаммада Хадебенде о том, что Баку и Дербент от их статуса не то, что там длительное время это будет обсуждаться, Шах-Аббас довольно быстро, конечно, это прекратит, но это важно, конечно, идея, она останется, конечно, в коридорах российской бюрократии и до Петровского времени, конечно, она будет сохраняться. Далее, главное поручение тогда царя мастерчиков выполнил. Он довел до Шах-Аббаса сведения стремлений царя к поддержанию и упрощению удрученных связей между государствами, а также о готовности принять города Дербент и Баку. Шах-Аббас подпередил свою приверженность прежним договоренностям с его отцом и отпустил послов. Тогда он находился в принципе в такой же ситуации, как его предшественник, то есть угрозы были повсюду в несколько многих скважин в этом позднее и естественно, конечно, логично, точнее, что остается уверен в заседанном раннем договоренности. В чем были эти сложности? Дополнительные сложности были связаны с международным контекстом того времени. Османы, например, вели войну три фронта. Когда и этот фронт здесь несколько расширения Османской империи, несколько нам поможет как раз-таки посмотреть в Баку на его предназначение. Итак, значит, то, что идет война на три направления, это отчасти нивелирует Москву как уникального такого союзника, но плюс еще, и мощь Москвы в условиях серии Ливонских войн или там одной Ливонской войны, как мы рассматриваем историографии, тоже довольно-таки было сложно. И Шахабас, вероятно, ограничивал участие России территорией Закавказья. Рассматривал также священную Римскую империю как источник более серьезного внешнего давления на порту. 28 мая 1589 года согласно сведениям при Вадиме Бушеву посольство Васильчикова выдвигается обратно так вот еще, конечно, акцентируя, не получив положенных кормовых денег, выдвигается обратно в управление Гелиана. И в Гелиане местный правитель, мы о нем еще много сейчас услышим, Хаким Ахмад Ахан присоединяет к посольству Васильчикова уже своего посла. Хаджи Хасана вместо с его братом Мурад Ханом. По сведениям приводимого Фальсофии настоящими первых Гелианского посла было Хваджа Хисам Аудин Лангеруди. Было не просто слово Хакима, а его визиром, то есть одним из главных его приближенных. Далее. Бушев, ссылаясь на французскую историю Кабилана, считал, что Хваджу Хисам Аудина отправляли ко двору Османского Султана, а не в Москву. Здесь вопрос расхождений. Вместе с российским послом была отправлена дипломатическая делегация в составе 17 человек во главе с предыдущим посланником Анди Беком и одним из военно-начальников Казалбаши Бутак Беком. И здесь опять интересное расхождение русско-иранские историографии. Так, Мойзи по версии Бушева сам Бутак Бек был всего лишь птичником, а Анди Бек незнатным гелианским авантюристом, повторно отправленным в Россию. Фальсофии приводит достаточно много интересных сведений о Бутак Беке, которые опровергают многом скепсис Бушева, что это был не птичник и непростой человек из слуг Шаха. По информации уже от него Бек происходил из племени Устаджу и был мюридом самого Дервиша Хосфова, лидера движения Нуктовитов. Позднее, после возвращения с посольства, Бутак Бек был убит во время расправленной секты в апреле-мая 1593 года. По своему количеству состава это было очень небольшое посольство. Ну, в целом, это такая общая тенденция. Количество участников посольств будет, на самом деле, расширяться. Какой Хипетра там уже будут заменитой гравюры, приезд посольствам Помысла Бека в Москву. Может, кто-то доводилось видеть там вереница кавалькада из посередине слон. Здесь, конечно, поменьше. Далее. что здесь еще? Трудности то, что были переговоры иранских послов в Москве. Они тогда вели не с сыном Ивана Грозного, конечно, а с тем, кто больше власть получил, это Борис Годунов. И, в основном, конечно, процесс этот был, верно, достаточно отражен в работе Моэзи. Но для нас что главное, что обе стороны не были тогда уверены в реалистичности двухстороннего союза против осман. Вероятно, именно поэтому им примерно выдвигались заведомо невыполнимые требования и прожекты. Например, ссылаясь на слова посла Анди Бека, присыланные еще от Шаха Мухаммада, бояре и Диаке посольского приказа спрашивали о том, что будет взамен военной помощи, то есть, если будут выдвигаться стрельцы в направлении Северного Кавказа с воеводами, что за это будет? Естественно, они просили Баку и Дербент. Иранский посол говорил, наставил на практической реализации военного союза, то есть, уже не касается перехода к военным действиям, но при этом говорил о том, что относительно статуса двух городов он говорит неправомочен. Ну и опять же, мы видим, на этом этапе снова вопрос остается открытым. Отдельным сюжетом, но немаловажным, которому мы тоже должны посвятить свое внимание сегодня, был в это время переговоров и смены конъюнктуры гирианский вопрос. Дело в том, что по прибытию послов в Казвине, как раз сообщает Фан Софи, Андибек и Бутербек узнали, что Шах, отчаявшись дождаться помощи военной от русских, заключил мир с османами. По версии Бушева, Шах Аббас практически одновременно вел переговоры через послов с Москвой и с Портой, со Стамбулом, прошу прощения, и советский автор также поставил подсознение версию о чрезмерном внимании Годунова к гирианскому послу и о вероятной попытке царя взять под свое покровительство область Гириана, или, совсем точнее, Вияпиш называть. В подтверждении своей позиции Бушев приводил ссылку на ответную грамоту царя Федора Кахмеда Хамова 21 июня 1590 года врученную. При обращении к гирианскому правителю в ней дважды повторялось «По твоему прошению, хотя тебя держать в своем жаловании, и Ахмед царь, и впредь на наше царское жалование быть надежен». Здесь вызывает вопрос два обстоятельства, которые могут служить аргументом за чьи-то точки зрения иранского историка. Во-первых, зачем правителю Гириана тогда отправлять губернатору Хакиму, гириана отправить посольство от себя одновременно с польцовскими людьми и шахом. И любопытный момент, на который мы обращаем сразу внимание, что Ахмед хан переводит сразу как Ахмед царь, что тоже какие-то мысли нас могут навести. Ситуацию с отношениями северной провинции Ирана Бия-Пиш северного может прояснить деятельность правителя этой провинции. Ну понятно даже не буду показывать Гириана прекрасно я в ЛСБ пишу испонимайтесь даемся вот этим посольством. Так Касаем Ахмед Хана будущий наследственным правительным фактически посвятил всю свою жизнь борьбе против власти сефевидов несмотря на то что многим был обязан именно этой династии. Непростые взаимоотношения мятежного гирианского владителя еще в шахматах массовом были описаны во многих иранских исторических хрониках достаточно изучены. По тем же сведениям например гирианского историка Фумани конфликт с шахом Аббасом разразился из-за козни некого Хваджимасиха которого Ахмедхан за его проступки разжал из визири и изгнал. Вероломный экс-визир был заменен на Хваджухи Самбалдина Лангуруди который если верить вышеупомянутым сведениям фальсофии будет отправлен послом в Россию. Дальше Хваджимасих прибыл ко двору Шаха Аббаса и стал клеветать на Ахмедхана и в качестве уже повода для вторжения в Гиля было использовано неудачное сводовство к дочери Ахмедхана со стороны сына Шаха. Тогда особенности вассалитета вся эта система вассалитета в державе севидов требовали достаточно серьезных оснований для вторжения на территорию даже подконтрольной формально провинции. Петрушевский ссылаясь на Лилахиджи писал о том, что в случае когда кто-либо из владельцев Гиляна будучи в зависимости от севидов жаловал землю свою вассалом тем самым доказывая их зависимости. И вот эти случаи были крайне редки. Новосельцев оставил Ахмедхана в ряд полусамостоятельной местной знати из которого вступил в борьбу Шах Аббас. Что еще здесь любопытно добавить? Что в сборнике документов индо-персидских отношений мы видим как Ахмедхан упоминается как Хаким конечно губернатор провинции. Статус губернатора Хакима ему приписывался и османами которые предоставили ему позднее убежище когда он оставил Гиляна. Ситуация чем интересна? С одной стороны смотрите строятся попытки какого-то достичь результата какой-то отправной точки с тем чтобы московская государство начало военные действия против осман. С другой стороны уже Шах Аббас в условиях меняющейся конъюнктуры заключает мир с османами. И в это же время еще Гиляна отправляет своих послов на переговоры и во многом ведет себя независимо по отношению к Шаху Аббасу. То есть как еще замечал Бушев Борис Гнунов действительно тогда оказался в сложной ситуации. Ему было необходимо дать ответ восставу Шаха Аббаса когда уже было известно что он восстав против Саваса Зирена с которым опять же таки идет диалог. Моэзи также был отчасти прав поскольку сам факт переговоров с посольскими людьми Ахмадхана мог восприниматься как признание мятежной провинции. При этом вследствие множества факторов в том числе и религиозных для Гиляна наилучшим союзником из возможных мог стать только Стамбул а не Москва. Однако Османа заключив мир с Шахом Аббасом осузили Ахмадхану пространство для маневра. Он оказался в таком отчаянном положении что единственным к кому мог обратиться теперь оставался российский царь что он собственно и сделал. В феврале 1592 года его посол Тюркамил как его обозначает в русских документах прибывает в Москву и дальше Бушев на основании русскоязычных документов о посольстве Тюркамилу пытался доказать его малую значимость из-за приема в упрощенном виде и без особой пышности. Ну то есть почему-то была такая интересная тенденция в значительном что российский государь на тот момент времени кто представлял точные интересы российского государя не склонен был вести переговор с сепаратистами так это же используя с людьми терминологию. У Бушева фальсофия есть расхождение дальнейшей судьбе гирианского посла. Советский историк дал очень подробное описание всей его деятельности вплоть до гибели в 1597 году в Астрахани. Иранский историк без ссылок на документы все же сообщает что подарки у Тюркамила были отобраны когда в Москве узнали о том что гириан уже захвачен людьми Шаха Аббаса. И далее все дары которые планировались передать Ахмаду были переданы правителю Грузии. по версии Моэзи Борис Годунов тогда дал положительный ответ и пытался отправить гирианского посла с письмом и подарком до того как еще не узнали о том что произошло. Фальсофий сообщает более уклончиво что он согласился с желаниями хана Ахмада. С точки зрения историка Кашефа любой ответственности его стороны мало что значило поскольку к тому моменту когда он еще был в пути уже сифивитский военный начальник Фархад Хан по приказу Аббаса вошел в пределы Бияпиш. То есть там уже никаких альтернативных вариантов не было. По мнению Бушева никакой протекции гириана с российской стороны не было даже на словах. В тексте грамоты вновь было обозначено что гирианского Ахмеда царя хотим держать в своем жаловании и пожалуем. Интересно вызывает также речь Дьяко Щелкалова царя во время одиенции. Он обещал что учнем к нему Ахмад Хану посылать своих служилых татар. Вот этот интересный такой короткий фрагмент это говорит о том что у вас в какой-то перспективе была возможность отправки туда военной помощи в Гириан. Но Бушев опять же таки пытается это выдать как за предположение что речь шла о помощи служимой людьми и чиновниками. Что достаточно спорно поскольку прецедентов присылки чиновников в помощь в период отношений развития с Ираном точно не было. по всей видимости это было обещание присылать на помощь находившихся на службе в Гадуимао татарских мус ну и плюс еще возложить на них какие-то официальные дипломатические представительства. Это такое предположение довольно-таки осторожное. Далее для Москвы крайне важны были торговые связи с Гелианом. Почему отдельное внимание идет и принимают этих послов ведутся с ними переговоры. Особенно в свете османских успехов в восточном Закхазии. Это обстоятельство справедливо отмечает Бушев но оно среди иранских историков не рассматривается. Обстоятельство одно. Гелиан чем он важен? Не помимо того, что это плодородное место как нам всем с вами известно. Дело в том, что Бия Пиш это был один главных поставщиков шелка и шелка сырца после Шервана. Понятно, что первое место остается за Шерваном, но второе место все-таки остается за Геляном. И из-за того, что Гелян поставщик уникального товара, естественно, Газунов выражает поддержку мятежному Хакиму и не только символически. Что еще интересно, по этой проблеме вредным образом позиция России отчасти сближалась с Османской. Только с одним отличием, если в России опять же таки, учитывая речи Дьяком Филкалова, могли какую-то рассмотреть вопрос военной помощи, то Османы ведут длительную переписку с Шахом Аббасом о том, чтобы все-таки Ахмадхан остался в своей должности. Это, конечно, крайне любопытный эпизод. Например, в крайне вежливой манере Султан Мурат пишет, что Аббас не должен гнилаться на Ахмадхана за приезд к нему, потому что Хаким и Геляна ездили ко двору Османов во времена Тахмаспа и до того, как Шах заключил мирный договор с Сулейманом. Это я из сборника публикации сматских документов начала XVII века вам привожу. В конце 16-го начала Геляна ездит ко двору Османов во времена Тахмаспы и до того, как Шах заключил мирный договор с Сулейманом. Это означало, что Ахмадхан может самостоятельно вести внешнюю политику, ссылаясь на право данности. Аббас в этой переписке тоже деликатно выдвигает контраргумент о том, что Хаким, получивший Гелян в дар от Шаха, должен подчиниться указам верховной власти. Понимая, что Гелян может уйти под власть Стамбула в перспективе, Шах Аббас в письмах к султану предлагает для Ахмада любую другую область, кроме Геляна. Это же такой интересный момент, очень хорошо характеризующий Шаха Аббаса не только как уникального стратега, деятель, но и человек с тонкой иронией. То есть, конечно, если вам угодно, он останется, например, в наших южных провинциях, далеких и пустынных, но Гелян он управлять не будет. Вообще, в принципе, это переписка, выводительный такой пример длительной дискуссии между правителями и двух держав по вопросу назначения губернатора одной из них. Реальной помощи мятежный губернатор, как и нам известно, так и не дождался окончания его политической деятельности, красочно представленного османских хрониках. В 1594 году Ахмад Хан прибыл в Стамбул с целью просить защиты султана, но он был встречен великими людьми государства с большой пышностью. Сбежавший от вартизани Шаха Аббаса Хаким не тежный быстро понял, что королевская милость оказана ему была меньше, чем он ожидал, и огорченно этим попросился отправить его в Багдад. А дальше, уже получив от цельтана средства, он, вопреки обещаниям, отправился не в Багдад, а в Шерман, где у него оказались друзья и сторонники, и в Геанжио уже был арестован местным губернатором и отправлен в тюрьму. Так вот закончилось гелянской историей, вот это спорное взаимоотношение между Россией и Ираном. Далее, я такую примерную подборку сделал, здесь еще не все купцы присутствуют с иранской стороны, которых можно было бы добавить, но здесь наиболее высветилось с российской стороны, после их посудствия еще можно было бы тоже добавить. Итак, посольство Кая, Бутакбека и Антибека в Москву и их итоги. Дальше говорим еще о 90-х годах 16-го века. Зимой 1532-го года был переправлен из Астрахани в Москву гонец от шаха Аббаса Кай. Причем в российской историографии он обозначается именно как гонец, а не посол с правом ведения переговоров. Согласно Боразешу, это был посол, он привез тогда ложное сведение о положении дела между Ираном и Турцией. Среди иранских авторов есть расхождение относительно успехов миссии Гансакая. Боразеш писал о том, что Боярская дума отказалась его принять и он получил предписание покинуть Москву и вернуться на родину. Жамалзаде, вероятно, ссылаясь на Дамалзаде, наоборот, сообщает о том, что царь принял посла и вручил ему письмо и дары для шаха. Более подробное описание приезда Кая на момент приведено конечно у Бушева. Кая привез грамоту от шаха Абаса и причиной его отправки согласно тексту послания было желание Абаса поделиться радостью от возвращения предыдущих послов из России Бутанбека и Антибека. Бушев также считал, что Кая по пути в Москву, поскольку он ехал сухим путем, то он еще изучал обстановку на Северном Кавказе и встречался с Шамхалом Тарковским. Бушев убедительно доказывал, что сообщение Кая о Кая племянника Шаха было ложным и Ганец таким образом пытался вновь убедить Годунова выступить против Осман. То есть о том, что Кая приехал здесь в точный момент акцентирую, попытки вновь оживить хотя бы на уровне дискуссии в плане обсуждения планов на наступление на Осман Северного Кавказа. Майзи не считал их таковыми. Диспозиция Москвы становилась такой же, как и во время посольства Будакбека и Андибека. Не предпринимать никаких действий против Османов, сто лишь разницы, что в этот раз Гансу вернули подарки Шаха Аббаса. Не дожидаясь в этот раз возвращения Кая, Шаха Аббас в мае 1592 года посылает Годунова нового посла Хаджиха Астрова. Его корабль тогда замерз во льдах в ста верстах от берега и был спасен астраханским воеводом. Считается эта миссия особенно важна, исходя из количества и стоимости подарков, которые прислал от Шаха Аббаса и его супруги Зайна Аббханум, царю Федору Иоанновичу, царице Ивне Федоровне и Борису Годунову. По мнению историков от Софии посольства Хаджиха не было успешным, поскольку предложение Шаха касательно покупки русского оружия и освобождения тогда четырех иранских кораблей в Астрахани результата не принесли. По довольно убедительной версии Бушева определенные успехи все же были. Посол передали тогда часть имущества хана Ахмада для возвращения в Иран. Это как раз эти корабли. Они были гелянские и просили их вернуть. Главным же его достижением было получение разрешения на беспошлиную торговлю товарами шахского двора. По ввозу их, так и по вывозу из него в иранское государство. Дальше, пользуясь новыми договоренностями, в 1593 году в Россию прибывает уже от Шаха Ахбаса Купчина Ганец, он эти две функции на себе исполнял, Хаджи Искандер и Купчина Хаджи Мухаммад Хасейн. Давайте еще несколько технологий коснемся. Кто такие Купчины? Есть как раз и в статьях Ольги Михайловны с Сергеем Костиковым, Ольги Михайловны Яслабовой и Сергеем Костиковым публикации есть по поводу того, что терминологии уже на языке оригиналов этих Чуабитных, которые подавали Купц, они себя называли Киракирак. Такое больше туркоязычное слово то есть по заказу Шаха по указанию управителя они покупали те или иные товары привозили и чаще всего это делалось так, они привозили эти товары пользуясь посольским статусом чем будет достигнута позже договоренность и иногда это нарушалось и они просили чтобы все это вернуло чтобы в пошлину не брали продавались то есть эти товары помимо этого если они имели статус послов их должны были обеспечивать всем необходимым это было в редких странах было такое правило в российском царстве у Шаха Аббаса насколько мне известно когда посол на границе встречался его должны были обеспечивать всем необходимым и доставить правителю и точно так же обратно конечно не без проблем никогда это не было образом реализовано в полной мере но по большей части именно так оно было так значит касаемо нашей Купчин и просто Купчина Хаджима Хамад Хусей Моази определял приезд к попытку Шаха Абаса провести выгодный для себя дарообмен и товарообмен поскольку количество выбранных посланцами Шаха товаров превышало количество присланных Шахам даров это тоже такая особенность которую пытался первым министрировать Шаха Абас связанным с приездом Кая почему подарки вернули как я дарообмен В 1594 году вместе с пословом Хаджи Хостровым, Хаджи Искандером и Хаджи Махманом Хусеном, возвращается в державу Аббаса, приезжает в державу Аббаса российский посол Звенигородский. Мойзи считал, что этот был опытный царь-дворец, и он был отправлен в виду сильно изменившейся международной обстановки, создававшей подобные условия для союза против осман. Фальсофии в качестве основной причины отправки посольства указывают недовольство Бориса Годунова с Шахом Аббасом, подписавшим мирный договор с Мурадом III. Джамал Заде указывает причины приезда, исходя из содержания прислана с Венегородским граммом. Их, согласно версии, было две. Первое – выразить удивление заключенному Сосманову мирному договору, исследовать по поводу некомпетентности купчины Хаджи Искандера, оказавшегося торговаться, то есть платить за превышение стоимости требовавшихся подарков. Бородеш объяснял приезд в Венегородского, случившимся тогда ранее неудачным походом русских войск на Кавказ, где русские хотели подготовить почву для коалиции Ирана и России против осман. По всей видимости, конечно, имеется в виду поход отреда воевода Андрея Хворостинина в 1593 году. Далее описание прибытия русского посла в Гелиан у двух иранских авторов по многому сходится. В частности, оба приводят такой интересный анекдот, когда в Гелиане посла и его людей встречала делегация Адшаха. Но посол сообщил, что вместе с ним возвращался и шахский посол Хаджиха Сров. Однако его корабль был унесен сильным ветром в неизвестном направлении. И тогда присланный от Шаха Аббаса, наверное, будет правильный Зак Махмандор, то есть потом гостей принимал, чиновник ответил, что таких, как Хаджиха Сров, у Шаха много, а вот прибытие русского посла действительно очень важно. В оригинале по статейному списку ситуация для русского посла была не очень приятной. Он тогда жаловался и на послов был от бега Хаджиха Срова, которых еще в Астрахани пытался уговорить с ними на одно судно, чтобы их в море не развело по разные стороны. И они тогда наотрезно отказались, и теперь он сам не знает, живы они или нет, и беспокоится за них. Далее, поскольку статейный список посла – это единственный источник, к которому обращаются, в том числе иранские авторы, то далее можно выделить те моменты из посольства Звенигородского, которому они поддают особое значение. Есть при этом еще напоминание о русском после в фундаментальной работе, известной всем, многим, кто, кажется, как слушает сейчас данную лекцию, у Искандербека Мунши, то есть Тарихи, Ламея, Раи, Аббаси. И там приезд русского посла описывается буквально в нескольких строчках. Прибыл ко двору Его Величества русский посол от имени русского царя, привез он множество прекрасных даров, и был этот посол достойным и важным человеком в своем краю. Его Величество наш правитель принял его с большими почестями. Это одно из редких ранних упоминаний о русских послах в иранских источниках. По прибытии делегации в Кашан, шахта застала настаивать на том, чтобы встреча проходила открыто, чтобы, как пишет Мойзи, могли видеть и простые жители и послы на других государствах. Судя по статейному списку, для Аббаса было важно показать и народу, и послам от турецкого султана и бухарского хана, какие дары прислал ему русский царь. В Пальсофии также упоминает эпизод, когда посла Османов приглашали смотреть, как Аббасу вручают подарки из России. Это тоже такой значимый момент. В плане продемонстрировать, показать, продемонстрировать. Звенигородский был против такой публичной дипломатии и попросил о закрытой для широкой публики аудиенции. Также он отказался следовать принятого тогда бы ранее правила целования ноги шаха, согласившись только на целование руки. Шах Аббас согласился с всеми условиями посла и во время приема, что еще дает должность смелости Звенигородскому, помимо того, что он настаивает о том, как русская делегация будет себя вести по отношению к нему, он еще и осмелился делать замечание шаху Аббасу, например, он сделал ему замечание, что вначале будет говорить про здоровье государя, а не про свое. С чем тоже шах Аббас согласился. Во время пребывания и в Кашане, и в Казвине, шах Аббасу стрелял в встречу с русским послом, во время которых расспрашивал и о делах, как это было в Казвине. И он был эпизод, когда он предлагал посоверноваться в стрельбе из лука, неформально пообщаться. Говоря языком современности. Следующее посольство имам Кулебека в Москву и трагедия российского посольства в Иране. Вместе с Винегородским Аббас отправил к русскому царю посла имам Кулебека. У него тоже есть списки. По общему мнению ряда авторов из Ирана, это посольство не было отмечено ничем особенным в истории русско-иранских отношений. Джамал Затай один из немногих, кто упоминает о том, как посол шах Аббаса еще в Геляне отказался ехать вместе с русским послом и отправился в путь самостоятельно. По Бушу возле Винегородский выехал без имам Кулебека, поскольку тот задерживал отправку в Геляне, ожидая своих людей. Главная тема приговоров во время пребывания у российского царя практически одновременно трех иранских послов, так это особенности ротации Аббаса, имам Кулебека, Хаджи Бека и Хаджи Хасрова, был все тот же гипотетический союз против османа. Для его реализации, по мнению Моизии Боразеша, шах Аббас предложил создать институт постоянных послов, дабы укрепить русско-иранскую коалицию против Османской империи. Бушу считал, что, наоборот, нет оснований предполагать, что имам Кулебек привез какие-либо оригинальные предложения от шаха Аббаса. Но именно после этого посольства началась подготовка к поездке в Иран Тюфякина и Емельянова. Тюфякин, здесь тоже есть посольство его и Емельяна, как известно, до Каспийского моря не доехал, умер по дороге. Посольство возглавлял Емельянов. Описание этой миссии у иранских историков тоже довольно-таки похоже. Все они указывают как причину гибели участников посольства эпидемию хольеров при Каспийской части Ирана. Единственное, что Кабушев критикует, что их болезненных пытались все-таки доставить к шаху Аббасу. Но здесь это очень вопрос спорный, что было лучше оставаться в Гелиане, где бушевала эпидемия, либо все-таки отправиться в более спокойное место и попытаться выжить. Тем не менее, ситуация была безысходна во многом, и по дороге умирает и Емельянов, и очень много участников посольства помимо него. И уже здесь запоминается данное посольство, что в итоге шах принимает вместо знатных людей монаха, который остался жив в посольстве Никифора, и двух кричатников Петра Маркова и Василия Чернцова. То есть, кто вообще никаким образом не готовился вести переговоры, кто никак не фигурировал в наказах, а просто были на обслуге данного посольства и неожиданно стали послами во многом, потому что шах их принимал, в счет того, что выжили они и немногих. Далее, относительно последовавшего за трагедии с русским посольством приезда Антибека в Москву, здесь у нас очень много расхождений с иранской историографией. Опять же, по мнению двух иранских историков он до Москвы не доехал, согласно Джамал Заде, почему это произошло, потому что воеводы его заподозрили в том, что он нелегидимный посол, о чем сразу же написали Борису Годунову. Дальше, в Моизии сведения о том, что как Антибека, по его словам, дважды грабили на Каспийском море и в Геанже. Соответственно, почему он не привез подарки, здесь он в плане оправдывался. Ну, в целом, и точка зрения Бушева, например, тоже есть, потому что посольство Антибека, это была целиком его идея, какая больше авантюрная. То есть, мог там выдать себя, попытаться с поддельной грамотой для того, чтобы получить какие-то для себя торговые льготы. После смерти царя Федора Иоанновича в России прибывают два посольства от Шаха Аббаса. Аббаса Аббаса указывает количество участников одного из них, даже 300 человек. По его словам, им должны были присоединиться 41 человек из Миссии в Европу, который сглавился приобретаться на службу у Шаха Энтони Ширли. Бушев считал, что сведения о количестве взяты из иностранных источников, потому что подтверждения о российских документах им нет. Серьезное расхождение есть еще и относительно цели прибытия многочисленного посольства. Так, в иранской историографии есть утверждение, что Шах через Пир Кулебека вновь обсуждал условия военного союза против Осман и просил присылать русского посла для обсуждения деталей. И Бушев снова утверждает, что статус персидского дипломата был незначительным. Но в то же время Москва была близка к заключению военного союза. Только вопрос в том, что Шах Абас, при обсуждении деталей этого военного союза, конечно, последнее слово оставить за собой. Далее, следующее посольство, русское посольство Воранжирова-Засекина. Мы можем назвать ее как попыткой все-таки оживить идею союза между Москвой и державой Сифивидов. В сентябре 1600 года Борис Губнов высылает Шаху Абасу посольство князя Засекина. И дальше вторая попытка заключения военного союза против Османа предпринималась в более благоприятных условиях. Шах Абас нейтрализовал угрозы Ирану с северо-востока и готовился восстановить влияние в Ширване. Есть ли у меня здесь карта? Да. Чтобы предоставить действия. Далее, к союзу мог присоединиться, в основном, переговоры об этом были, в всеобщем контексте император Священной Римской империи Рудольф II. О самом посольстве, это все-таки выставляя графии, противоречивые комментарии. С одной стороны, есть утверждение, что нет документальных свидетельств об убытии посольства в Иран. И остается надеяться, по его слову, что иранские архивные фонды могли бы подтвердить их присутствие. Так, во всяком случае, надеялось в свое время Бушев. С другой стороны, он же выдвигал гипотезу о том, что посольство Жирова Засекина все же достигло берегов Гелиана. На основании таких письменных источников, как письма Астраханского воевода Прищеева Борису Годунову, депеши резидента посольского короля Сигейзмуна III и так далее. И вот на основании этих источников современный историк Могилина весьма убедительно доказывает, что русский посол был принят Шахом Аббасом в 1601 году. Иранские историки никогда не сомневались в прибытии Жирова Засекина ко двору Шаха. О том, что он прибыл, писал Боразеш, что он прибыл в сентябре 1600 года. Достаточно ошибочная дата была, он только выехал в то время из Москвы. И вместе с пиркулибеком приехал в Кашан и был принят Аббасом. В составе миссии иранский историк упоминает некого ярославского посланника, прибывшего уже с делегации от императора Рудорфа II. Джамал Заде, как и его коллеги, не сомневался в том, что делегация прибыла ко двору Аббаса. Этот автор, следи за задач, упоминал не только заключение Союза, но и извещение Шаха о новом легитимном правителе России. В итоге переговоры ни к чему не привели, поскольку договор не был заключен. Есть очень хорошая попытка реконструировать эти пункты переговора. Они в статье того историка, который я указал, Могилиной. И тогда Шах Аббас решил отправить две миссии. Одна под руководством Лаченбека отправилась к Борису Годунову, вторая к императору Рудорфу II. Посольство возглавлялось с Мехдикулей Беком. По версии Бужева, оба посольства какое-то время находились вместе в Казани, где дальше уже австрийский резидент получил сведения от Лаченбека об плане совместных действий российского ЦРА и Шаха против осман. И в частности, по его словам, тогда Борис Годунов выслал в помощь Шаха Аббасу несколько тысяч людей и пушки для осады Дербента. Ну, это все, конечно, домыслы были во многом. В реальности, конечно, какой-то военной помощи конкретно Ирану сложно предполагать. Есть основания, что эти несколько тысяч, которых посылали в Дербенту, это искаженные сведения о походе воеводы Бутрулина и астраханского воевода Плещеева против Шамхала Тарковского. Который был в 1645-м, 1604-м, 1605-м, закончился неудачно. Там был расчет на координацию действий с царем Кахетии Александром, но ввиду отсутствия помощи стороны последнего не состоялся. Соответственно, нельзя предполагать о том, что как-то, как не предполагаем, связывать эти два события. То есть это, конечно, было больше для Москвы попытка усилить свою роль на Северном Кавказе, нежели попытка помочь Шаху Аббасу в РСДВ уже конфликта с османами. Дальше, если мы вот этот эпизод, который этап, который мы сегодня с вами сейчас говорили, на момент 1604-го, 5-го года подвести некий итог, то, несмотря на практически постоянную ротацию послов Шаха Аббаса, в среднем получается вообще раз в два-три года, можно констатировать, что все эти миссии такие были комплексные, и непонятно, что они больше преследовали. Либо экономическую цель продажи товаров подешевле, подороже, точнее, продажи подороже, и покупка товаров подешевле, а еще желательно беспошлин и желательно редких, а не достижение какого-то либо уже политического союза. Ну, конечно, с учетом условностей с того времени, сколько они могли бы быть уявлены. И еще даже в Западной Европе этого еще сюзерены только учились. При этом, конечно, Османская империя воспринималась каждый из сторон, как реальный и опасный противник, особенно с их видами, у которых на момент конца XVII века очень большие потери в территориях были в войне с исманами. То, что будет потом наверстанно, конечно, и исправлено Шахом Аббасом на момент конца XVII века было значимым. Но на этот период, конечно, никаким в совместном военном действии не пришли. И вот на этом даже маленьком этапе военный союз не состоялся. Дальше были попытки его каким-то образом оживить накануне смутного времени в России. Большое прощение. Итак, я повторюсь, Османская империя Борис Годуновым и Шахом Аббасом воспринимал действительно как очень опасный противник. Тенение на первые действия перепонимает Шах Аббасом. В 1603 году, в сентябре, решает повернуть под свой контроль территорию на области Закавказья. И для этого складывается очень благоприятная обстановка. Фактически, как пишет здесь я тоже был у меня контролируемый недочет, я англоязычную стереографию не упомянул. Это, конечно, работа Рудольфа Мэти и хорошая есть работа хрестоматильная в плане почитать. Блоу про Шах Аббаса. И вот он хорошая фраза говорит, что предоставлялся идеальный момент для удара. Почему? Удара по османам. Угроза с восточного направления от Бухарского ханства была ликвидирована после того, как Шах Аббас разгромил узбеков при Балхе в 1602 году и воспользовался дальше ослаблением своего противника османов войной с австрийскими Гаусбургами и внутренними восстаниями в Анатолии. Шах захватывает Табрис. Дальше он выступает в сторону Армении и осаждает Ереван. Из затянувшейся кампании с османским военачальником Галазаде Синан Пашо, он выходит победителем и триумфально держит верх в битве, в знаменитой битве при Софьяне в 1605 году. Дальше, закрепив успехи в Закавказе завоеванием части Ширвана в начале 1606 года, он отправляется в полноческую поездку в город Машхат. Дальше, если мы сравниваем, то действия России на Синан-Кавказе тогда, не связывая еще раз, это какой-то один военный союз, а каждая страна самостоятельно на многом решает в этом плане османскую проблему. Действия России не были заранее участия в каком-то определенном плане и были обусловлены в начале стечения обстоятельств. После переговоров с послом царя Кахети и старцем Кириллом Гуднов решает воспользоваться нарастающим конфликтом в Закавказе для укрепления российского влияния в регионе. Это мы все придем к тому, что скоро довольно-таки обозначится спорный момент между статанциальной территорией между державой Зефивидов и русским царством. Но самая острая его фаза будет уже при Шахе и Аббасе во втором. Тем не менее, предпосылки здесь мы уже становление этого конфликта наблюдаем. Дальше по версии советского историка Тиваза российские вовсе не только стремились нейтрализовать угрозу от османов, но и хотели также упредить отчасти забывательные успехи Шаха Аббаса. По мнению историка Смирнова, действия были мотивированы стремлением помочь Кахетии. И вот еще можно привести мнение азербайджанского историка Сеидова. Она ссылаясь, впрочем, на Кушеву, считает, что поход русских войск в Дагестан следует связывать с возобновлением Шаха Аббаса войны с Османской империей и стремлением России вновь вернуться к переговорам с Сефевидом об уступке Дербента и Баку в обмен на помощь. Ну, такая очень сложная версия, которая, мне кажется, весьма далека от реальности, потому что, ну, мне невероятно сложно представить себе, чтобы Шах Аббас отдал бы Баку и Дербент. Так уже откровенно говорить в момент. еще даже учитывая того, что ситуация как раз-таки становится все более-более выигрышной для державы Сефевидов и уже такие отчаянные меры и не то они весьма, конечно, спорные, то есть, есть мнение, что не было никаких таких предложений, значит, не было еще раз-таки такого отчаянного положения, как было в 1570-1580-е. Далее, значит, еще раз повторюсь вот этот поход Бутурлина достаточно неудачный и относительно сложности его связывать с размером совместных действий. Дальше начинается большой период отношения смутного времени. Я, наверное, если мне позволите, уважаемые коллеги посвящу этому на отдельную лекцию, если можно, поскольку за оставшееся время мы, наверное, не успеем сейчас и смуту рассмотреть, я бы хотел еще, конечно, и взаимоотношения Аббаса и Романовых, поэтому, если позволите, давайте тогда сегодня мы эту лекцию сейчас закончим, как раз-таки логично о том, что Рыльковичи уходят, и вот это при взаимоотношении с ними и с Эфивидами прекращается в этот момент Годунов, ведет свою особую осторожную политику с Шахом Аббасом и она прорывается многим смутным временем и уже как в реалиях смутного времени будет такая двойственная двойственная образноотношение, то есть, когда будут легитимные и нелегитимные представители России, но в глазах Шаха Аббаса они будут все так или иначе одинаковые и обмен послов будут принимать и тех и тех я хотел бы в следующий раз уже рассказать а вот оставшееся время если какие-то вопросы коллеги мы можем в будущем продолжаться спасибо за очень интересную лекцию и полезную лекцию Артем Алексеевич надеемся что сосудничество между нами развивается конечно если есть вопросы посмотрим видимо вопросов нет наверное да конечно еще раз спасибо большое до следующего раза спасибо всего доброго удачи спасибо